Привет, я Макс, нахожусь в Нью-Йорке, я надеюсь после этого видео все изменится, потому что вчера я сорвался, сорвался в таком плане, ну то есть в такой, знаете, нервный срыв или так, потому что, если сказать матом, наверное, все задолбало, все, вот я, наверное, вот так, вчера меня прям рвануло, меня выпешивает по три часа находиться в метро каждый день, это грязное, вонючее нечто, черные, орут, как я не знаю, ведут себя, они королезей жизни, наверное, так себя и считают, я не знаю, для кого-то, наверное, это нормально, но тебе страшно, слушай, ну реально страшно, то, как они себя ведут, ты не знаешь, чего ожидать, укуренные, наркоманы ходят, черти, что вообще творится, это прям, я понимаю, что здесь такой уклад жизни, ты здесь реально какой-то, я не знаю, из одного рабства в другое, как будто переехал, город грязный, ребят, ну, это я еще самое чистое, наверное, вам показываю, реально все грязное, я не знаю, давайте перейдем в дорогу, дороги здесь переходят очень всем пофигу, красный, не красный, ну, это как бы, чтобы не отставать от жизни, видите, здесь чистенько, здесь вчера вот эту штуку меняли, приезжали в Мексы, более-менее чистенько, но это все грязно, знаете, я бы, наверное, сказал про Нью-Йорк так, как будто здесь лет 10 назад разлили кока-колу на весь город, и все, знаете, социальное какое-то, все, как будто, вот, я не знаю, какой-то в старой китайской кухне не убирались там 17 лет, и вот все, как будто, как будто жирное, грязное, говно размазанное, мусор вечно везде валяется, воняет постоянно чем-то, это сгнившее, сломанное, я не знаю, хотел сравнить, наверное, с Питером, но, ну, типа, похоже, старый город, все дела, не знаю, Питер все-таки, наверное, чище. Так вот, вчера у меня прям взрыв, я не занимаюсь Ютубом, от слова, совсем, я перестал что-либо делать на Ютубе, максимум, что мне хватает, два часа там дня, в два часа дня, в воскресенье провести стрим, чтобы как-то, ну, ты канал должен поддерживать, ты не можешь его бросить, а через полгода, например, опять запустить там, типа, как-то в чем не бывало, так это не работает. То есть, это, Ютуб, это постоянная история, нужно постоянно вести. Я до сих пор делаю еще пару каналов, которые давно придумал, хочу сделать, и не приступил ни к чему, от слова, совсем. Таскаться вот с этим каждый день, ну, тяжелая, ну, да, там инструмент рабочий, она тяжелая, и я с ней таскаюсь, как, не знаю, по этим лесенкам, по грязному, вонючему метро, какие-то бомжи валяются полуголые, воняет травой, документами не занимаюсь, от слова, совсем, вот прям совсем, а когда мне ими заниматься? 6.30 подъем, в 7 я уже должен идти, то есть в 7 часов я должен уже вообще стоять на станции метро, и в 6.30 это самый минимальный подъем, который я смог придумать. Полтора часа едешь на работу, в 8.30 ты на работе, и то, если не опоздаешь, что-то где-то не задержалось, или еще что-то не случилось. В лучшем случае в 5 уходишь с работы, это в лучшем случае, и полтора часа обратно, но, как правило, ты часом в 7 дома. Опять же, в лучшем случае в 7 вечера ты дома. Соответственно, тебе надо в 10 лечь спать, чтобы в 6.30 опять встать. Три часа у тебя на жизнь. Когда ты будешь заниматься документами? Никогда. В воскресенье, единственный твой выходной. Нет. А без документов ты так и будешь, вот так вот всю жизнь. Нет, здесь живут так, в основном мексиканцы, у них вообще ни документов, ни паспортов, ничего. Но это мексиканцы. Я был в Мексике, для них это нормально, они так это как долг вак жизни. Я пришел на объект. В Манхэттен я вижу подвалы, крыши, крысы, грязь, вот эти караканы, знаете, здоровые. Мухи вы не увидели. Залетает прям кучей. Надо лесенку взять. Вот такую лесенку берешь. Вот такую вот. Видите? Ну, обычная строительная лесенка. И пошел работать. Нет, про работу я ничего не могу сказать плохого. Сама работа как бы нормальная. В плане это обычная работа, и хватит за нее хорошо. Плюс начальство нормальное, адекватное. В том плане, что тебе платят вообще вовремя, без задержек. И платят в принципе среднюю зарплату здесь для Нью-Йорка. Для таких как ты, без документов, без ничего, вполне себе нормально. То есть, ну, как бы, я бы сказал, что это прям хороший вариант. Если по три часа в день не тратить на метро, а то и три с половиной. В самой работе вообще 0.5 грамм. Боссу вообще 0.5 грамм. Вообще все хорошо. Все нормально. Но это не моя жизнь вообще абсолютно. Вчера запустил вот эту камеру. Теперь там уже все аккуратненько. Ну, как-то, как аккуратненько. Короче, это надо просто все замотать, закрепить, чтобы это висело года. И это, чтобы мы не трогали. Вот, видите, синий кабель наш проводили. Тут Данил, он потом не один остался. Данил улетел в Россию. Сама работа, когда работаешь, вообще на претензии. Вот я только что с одного подвала, тараканника и, знаете, помойки. Там прям вот кто был в мусоропроводе, хоть раз, знает, как там воняет. Вот там вот так вот. С этого рабочего места ты поднимаешься на поверхность. Сильно ничего не меняется. Везде грязь, вонь. Все жирное, сальное. Какие-то крики, оры, неадекватность. Наркоманы. Ходишь, опять спускаешься в метро. Примерно все то же самое. Поднимаешься, опять грязь. Спускаешься в подвал. И я понимаю, что так и будет дальше. Именно так и будет. Прошло три недели. Три недели уже прошло. Что изменилось? Ничего. Я стал богаче? Нет. У меня стало больше времени? Нет. У меня документы появились? Нет. Ничего не изменилось. За три недели не изменилось ничего. Я как должен был тут в Америке. Я должен уже, сейчас скажу, 3000 долларов, 2000. Да, вот на сегодняшний день я должен 3000 долларов. И как их отдавать? Ну тут типа работы, но зарплата типа 4, в лучшем случае. Но 4, там, 3, 600. И то, если без выходных, ну вот как это, вот 4 выходных, да, там, или 1 выходной в неделю, они имеют 4, там, 4-5 в месяц. Но есть дни, когда я беру, типа, вот и документами заняться, там, либо я хочу тупо выходной, потому что я уже не ввожу. Ну, спина ноет, да нельзя. Я не знаю, я прихожу домой, я срываюсь на Дашке, потому что я уставший, как я не знаю кто, она просто попадает, не почему. Просто потому что я уже вымотанный. Причем я вымотанный с работы, я нормально выхожу. Пока полтора часа добираюсь на метро до дома и убивать хочется. Вот честно, я теперь понимаю, почему все вокруг такое. Потому что, ну, реально хочешь убивать. Ну, типа, шутка. Не хочешь, ну, в смысле, у тебя состояние такое, прям внутри аж все орет, Макс, ты че, блин? Это все не твое. Короче, вчера прям срыв ночью. Я понял, что дальше я так не хочу. Мне еще и пофигу, что будет дальше. Вот реально, прям абсолютно. Пройдет месяц вот так вот. Ничего не изменится. 1300 аренда, там 100 долларов, там примерно связь, интернет там соседним отдать, там еще баксов 50. Полторашка, короче. Ну, и да, минимум 500. Это двушка. Проезды всякие, там еще сотка, минимум. У кого сотка? 150 долларов примерно в месяц. Это только базовое, что тебе нужно. Плюс заплатить адвокату. Ну, это 1000 долларов надо вот отдать уже. Ради чего? Чтобы что? Чтобы жить свободно? Я не знаю, я видел в роликах эту, знаете, Америку. Как тут классно и здорово. В роликах я видел, да. Думаю, блин, ну, в принципе, раз мы туда едем, значит, все нормально, значит, все хорошо. Не знаю. Может быть, просто я не видел. Не, вернее, как. Мы когда ехали из Калифорнии, конечно, от Калифорнии мы в таком же шоке, как сейчас от Нью-Йорка, потому что, в принципе, то же самое, только людей меньше. А так, вонь, наркотой воняет, бомжи, грязь, все то же самое. Только людей меньше. А вот... Ну, мы вот ехали из Калифорнии сюда, в Нью-Йорк. Были виды красивые, как-то такое, знаешь, какой-то момент было прям такое, блин, классно. Ну, это такое мгновение. И оно быстро прошло. Потому что ты здесь, ты здесь никто, ты здесь раб, ты должен впахивать. Только остановись. Остановись на день, завтра тебе будет нечего сжать, нигде будет жить, и ты окажешься на помойке, все. И ты как загнанная какая-то, я не знаю, скотина, которая должна херачить. И я знаю, вы смотрите ролики, те, кто не проходит этот путь или не проходил, у вас мнение, возможно, другое об этой стране. Как у меня когда-то было, вот когда я сюда ехал. Те, кто прошел этот путь, наверняка уже забыли, каково это было. Те, кто сейчас проходит, с кем я сейчас общаюсь, в таком же шоке звонят люди, с которыми мы вот там шли, да, мы познакомились в Мексике, там, мы вместе были на бордере, там, в отеле, там, карантином и так далее. Все в ахере. Просто в ахере. Не та Америка в Ютубе, абсолютно не та. Здесь ты никто, здесь тебя кидают свои же. Ты кому устраиваешься на работу? Не знаю, мне на сегодняшний день, вот с этой работой, как я считаю, мне реально повезло. Мне повезло с человеком, который нам здесь помогает. Это просто везение. Но в общей массе это полный трэш. Я хочу сегодня сказать боссу, что я ухожу на выходные, у меня проплачена квартира на чуть больше месяца осталось. Ну, как, это залог. Я, наверное, скажу хозяйке, что все, я месяц доживаю в этой квартире, потому что мне надо что-то другое делать. Я не знаю, все это не то. Для кого-то это нормальный путь. Для миллионов здесь это нормальный путь. Всю жизнь херачить. Ради чего? Ради какой цели? Чтобы выжить? Чтобы была крыша над головой? Чтобы было что поесть? И я знаю, что у многих такая жизнь, это считается нормальным. Моя бывшая жена, для нее я нормально. Ну, типа всю жизнь работать, ну, жить по этому, по плану, который придумали за тебя рабовладельцы. Я нет. Я знаю, что можно по-другому. Я пробовал жить по-другому. Это другой вкус жизни. Когда ты работаешь либо на себя, либо ты что-то делаешь крутое и классно, от этого кайфуешь. Знаете, лучшая работа это хобби, да, которое высокооплачиваемое. И у меня были такие моменты, когда ты получаешь классную оплату за то, что ты делаешь с кайфом. Ты вообще, ты готов даже не получать за это деньги, просто ты кайфуешь от своей работы. Своей специализацией, в чем я специалист, я не занимаюсь уже хрен знает сколько времени, абсолютно. Я крутой специалист в своей теме, все, что касается рекламы, трафика, спора людей. Это моя специализация. Я в этом крут. Я этому посвятил больше, больше скольки, больше 11, больше 13 лет. Я занимаюсь не тем. Это знаете, как взять шеф-повара и поставить его, наверное, не знаю, в метро билеты продавать. Какая от него польза? Если он крутой, классный шеф-повар с огромным опытом. Какая от него польза по продаже билетиков? Никакой абсолютно. Так, не меня сейчас. Какая от меня польза? Вот я ставлю эти камеры, вот я там что-то и хожу по подвалам. Я получаю за это, в принципе, хорошие деньги. Но пользы от меня никакой. В перспективе это будет что? Я стану крутым специалистом по видеонаблюдению? Хочу я стать крутым специалистом по видеонаблюдению? Нет. Хочу я стать крутым монтажником? Нет. Я через все это проходил в свое время. Я сейчас это делаю, потому что у меня есть опыт. Ну, какой-то. Не говорю, что я специалист классный в монтаже. Нет. Но у меня есть опыт. Как-то я могу, как-то я понимаю, какие-то вещи там. Но опять же, есть тут нюансы, что это Америка. Здесь маленько все по-другому и так далее. Но ты чему-то учишься. Но хочу я стать крутым специалистом в этом. Нет. Я знаю, что я могу больше и круче. Я вчера все, я вчера сорвался. Говорю, я больше не пойду. Я не хочу. Но сегодня, понятно, я уже пообещал пойти. Мне нужно доделать задачу. Вот я сейчас 10 минут уже стою, разговариваю с того, чтобы работать. А мне уже, честно говоря, пофигу. Вот все, я уже прям на срыве. Я сегодня выполняю задачи, которые я сегодня запланировал сделать. Ну, то есть я боссу сказал, нужно сделать вот это. Ну, там три объекта нужно закончить. Моменты игры. Ну, я сегодня вообще не хотел выходить. Потому что я поспал всего 4 часа сегодня. Ну, я встал кое-как. Еле поднял свое тело. Сел опять в гребанное метро. Поехал сюда. Нужно заделать эти задачи. Но я это делаю с таким, знаете, ну, потому что просто взял эту ответственность. Надо сделать и все. Но не более того. И я сделал, как бы один и бен закончил. Сейчас вот второй закончу. И третий сделаю сегодня. Вообще проблемы нет. Тут не вопрос. Но я больше не хочу. И это не то. Не знаю. Не моя эта жизнь. Абсолютно не моя. Я знаю, что сейчас многие меня не поймут. Сейчас многие напишут хрень по типу. Ой, да ты там такой-сякой. Это, скорее всего, пишут люди, которые сами ничего в жизни никогда не пробовали. Круче, я не знаю. Не получали доходов больше полторы тысячи долларов в месяц. Люди, которые, в принципе, не попробовали вкусное на жизни. Потому что, если ты пишешь такую желчь про кого-то, ты несчастлив. Я сейчас несчастлив. Я готов писать такую желчь. Я вам говорю, ребят, я уже который день хочу бухать. Я бухать? Да я после развода не хотел пить. А было писец, как тяжело. Вот прям очень было тяжело. Но я даже тогда не хотел бухать. Я сейчас хочу нажраться. Я не знаю, я еле сдерживаюсь. Чтобы не нажраться. Настолько мне сейчас некомфортно. Настолько мне хреново. Настолько мне все не нравится. Настолько мне все это чуждо и непонятно. И еще и со статус, блин, реально хуже бомжей. Бомжи лучше, чем я. У них хотя бы какие-то документы есть. У них даже, не знаю, какая-то поддержка государства или еще что-то есть. Я не знаю. Но я знаю, что лучше, чем я. Вообще ни одного документа фактически здесь нет. Все не нравится мне. Вот абсолютно. Я не знаю, какую мысль я хотел донести. Америка в ютубе. Америка в жизни. Две разных Америки. Абсолютно. Я вам говорю, как есть. И это не только моя мысль. Я общаюсь больше, чем... Ну, на сегодняшний больше, чем 10 человек, с которым лично знаком, которые прошли этот путь так же. И у всех мыслей примерно одна. Ну как? В ахере? Ну как? Поняли, да, что нас Америка здесь не ждет? Поняли? То есть многие такое, знаете, обсуждаются такое, что мне, конечно, пофигу. Я сюда и не собрался, но... Но я даже не знаю, что хуже. Здесь я вот, начиная с Мексики, два с половиной месяца, я уже просто, у меня уже нет сил. Два с половиной месяца. Какой-то беготни, какой-то суеты. Каких-то движений, каких-то, не знаю, доказывать. Ты что-то пытаешься, что-то сделать, что-то донести. Здесь, блядь, сыро. Здесь сыро. Здесь вот, если еще час я проведу, проводить здесь больше часа, в этом подвале. Это еще совсем воняет. Ты приходишь домой вонючий, какой-то грязный. Я понимаю, что это нормально для многих. Это ненормально для меня. Я через это уже проходил много лет назад. От этого ушел. Сейчас опять к этому вернулся. Естественно, мне это ни хрена не нравится. А почему мне должно было нравиться? Я попробовал другое. Для тех, кто никогда ничего не пробовал, ничего, не знаю, круче, там, своей речки в городе, да, никаких курортах не был, вы не поймете меня, наверное. Для тех, кто не ездил на машинах дороже, там, 5 миллионов рублей, вы меня тоже не поймете. Скорее всего. Ты ездил на машине за 9 миллионов. Ничего такого. Машина и машина. Но сам опыт, понимаете, он дает, что, блин, можно жить по-другому. Есть люди, которые живут по-другому. Есть люди, тупее тебя, живут лучше, чем ты в десятки раз. И все дело в том, что, знаете, Макс, надо там читать, Макс, надо вот ты там видеоуроки смотри там и так далее. Да я уже столько всего насмотрелся. Дело не в том, сколько ты знаешь, а дело в том, сколько ты делаешь. Сколько и как. И сколько и как я делаю. И делаю какие-то локальные вещи маленькие. Типа там камеру протянуть, там что-то починить, там какой-то домофончик сделать. Это маленькие локальные вещи. Это ничего масштабного. А деньги, это всегда масштаб. Чем большему количеству людей ты помогаешь, тем больше у тебя денег. Так всегда работает. А как мне помочь большему количеству людей, если я тупо на это нет времени? Я вообще ничего не хочу уже сейчас. Мне вообще ничего не надо. Вчера, говорю, сорвался. Дашка перепуганная опять. Ну как бы, ну то, что перепуганная, она, конечно, ну как бы, она понимает. Потому что, видите, я говорю, я все, я уже не могу. Говорю, это, это невозможно. Это не тот мир. Она, конечно, молодец там, поддерживает. Все, все хорошо, да, там, занимается своими делами, своими обязанностями, все нормально. Ну вот это все не мое. Нет, не хочу я больше этого. Я не знаю, я хочу, чтобы все изменилось. В лучшую сторону. Реально я хочу изменить, чтобы изменились в лучшую сторону. Вот этого всего мне не нужно. Как там говорят, да? Короче, хочешь другого результата, делай другие действия. Все, принцип простой. Вот и я думаю, что пора делать что-то другое. Три недели посмотрел, спасибо, поработал классно, все хорошо, результат ноль. Ну прям ноль. Ну то есть, я три недели пожил. Окей. Было что поесть, было что купить. Я купил подарки детям. Я снял об этом ролик, не стал его ни хрена выкладывать, потому что я не смог отправить ни хрена, это свой геморрой, ладно. Да, эти деньги немножко помогли, но в перспективе я понял, что здесь и мне на сегодняшний день нужно получать минимум 200 долларов, чтобы выйти хотя бы в плюс, не в ноль. Ну там, ну как бы, не то что, хотя бы маленький плюс, не огромный, маленький плюс. 150 в день, это ниже, чем ноль. Расходов у меня больше, чем доходов. И это неправильно, надо что-то менять. Спасибо за просмотр. Если какую-то еще мысль хочу сейчас донести, я дозапишу. Вот я закончил второй объект на сегодня. Это мелкие вправки по двум камерам. На третий объект. А на третий объект, оказывается, не доберешься. Он предлагает ехать на машине, а потом на метро. А где я машину возьму, непонятно. Либо, говорит, 48 минут пешком с этой сумкой. Она весит килограмм 25. Она реально тяжелая. А смотрите, Манхэттон, столица денег, столица мира, или как там говорят. Здесь бомжи, кстати, спит. Вот здесь вот, возле стенки. Второй из грязной. Что-то его нету сегодня. Вот здесь. Как я захожу в метро с этой сумкой? Вот так. У меня есть карточка. Я купил на неделю 33 баксов. Заходим. Потому что вот с этой рулеткой неудобно нифига. Открываем себе дверь. Забираем сумку. Идем в метро, в котором ощущение, что вообще никогда полы не мыли. Ну, это ж мерзну кешером каким-нибудь отмыть. Ну, ладно. Посмотрите, какая-то. И здесь так везде. Это не какая-то одна такая станция. Нет. Оно такое все. Вот такое вот. Это Нью-Йорк. Странно, парень же за мной шел. И они, такие станции здесь все грязные. Это здесь еще как-то нормально пахнет. Есть прям ванище. Что вы понимали, я сейчас еду, спускаюсь в метро и еду куда-то в Манхэттен, там, так называемый Даунтаун, в сторону Даунтаун, чтобы как-то там все-таки добраться до третьего объекта. Потому что карты предлагают 50 минут пешком топать, а потом еще на двух метро с пересадками добираться. О, люди, смотрите, убираются. Как интересно. Все-таки есть люди, которые что-то чистят. Или для себя ничего почистят. Замазывают дыры. Так, аптаун нам не надо, нам нужен Даунтаун. Но и как бы вонь здесь она есть. То есть здесь воняет, воняет сыростью, с перемешкой хрен знает с чем. Но это не такой резкий запах, как на некоторых станциях. Сумку тащу. Благо она на колесиках удобно хотя бы катать. все засаленное какое-то. Я не знаю, камера передает вам или нет. Но я не знаю, мне кажется, сюда надо миллион, парочку дворников на весь Нью-Йорк загнать. Потом пару миллионов отделочников, которые сюда будут привезти в порядок. Потому что город уставший. Он прям уставший. я не знаю, Бруклин был, Бронс, Квинт, и Манхэттен. И все примерно одинаково. Замечательные классные лавочки. можете посидеть. Пожалуйста. Вы в столице денег. И что самое интересное, ты когда ты здесь что-то делаешь, ты думаешь, какие же бракоделы. И ты хочешь сделать нормально. А у тебя либо нет возможности, либо знаете, это, чтобы сделать нормально, нужно починить предыдущее. Чтобы починить предыдущее, нужно починить предыдущее. ну то есть я не знаю, чтобы починить окно, его нужно поменять. Чтобы поменять, нужно сменить раму. Чтобы сменить раму, нужно сменить кладку, потому что она уже вся никакая. А чтобы сменить кладку, нужно полностью снести дом и построить его заново. Наверное, как-то так. Я не знаю, как донести мысль. Запахи здесь, конечно, вообще кайф. Метро, пожалуйста. Еще несколько слов о документах. Приходишь ты в Нью-Йорк отойти, да, NUC я был жертву Христан. Приходишь ты в DMV, приходишь и не знаю, ты обращаешься в какие-то службы, которые по идее ты читаешь на сайте. Вот придите, вот сделайте вот это и получите. Вот закон вышел такой-то, закон вышел там о том-то. Вот теперь мигранта, можно там вот так-то, да. Ты думаешь, блин, ну классно. Приходишь, а на тебя всем похер. Вот прям в глубокой колокольни на тебя, на твои проблемы, на твои документы, а если еще и почему-то, вот я не знаю, да ладно, не будем говорить про цвет кожи, это вообще трэш. И отношения здесь почему-то кажется, что везде такое. некоторые отдельные магазинщики вполне тебе приветливы, например, если про магазины говорить, они прям приветливы. Такие здрасте, типа холло, там гай бро, там типа как дела, там да, что-нибудь спрашивают, нормально, а есть прям, знаете, приходишь в магазин, ощущение, что ты сюда пришел, что тебе здесь надо. типа знаете, почему-то ощущается, что именно из-за того, что цвет кожи, расы и так далее, вот такое отношение. Хотя, насколько я знаю, Америка вся состоит из, как это, из мигрантов, ну разве нет? Ты только коренной американец. Не понимаю. Я сейчас стою, здесь сыро, немножко потею, но как бы еще хорошо, не жарко, бывает вообще жара, спускаешься, ад, метро какой-то, филиал ада, это, наверное, оно. И теперь представьте, вы смотрите это на камеру, и камера, наверное, не передает и 70, там, ну процентов 30, она, наверное, вам передаст, она не передаст вам запах, она не передаст все цвета, как видит это глаза, как ты это чувствуешь, и знает телом, вот этот воздух, вот это все вам не передаст, конечно, и этот трэш. Есть люди, которым такое нравится, я не знаю, не понимаю, честно, возможно, я просто не видел другой Америки. Наверное, если бы я был каким-то мигрантом, знаете, в Москве, ну типа там на стройке работал, или еще что-то такое, здесь бы мне понравилось, потому что я думаю, что здесь зарпата реально ощутимо выше, вот, жил бы там каких-нибудь, я не знаю, там на каких-то кушетках, да, как ты типа сюда на заработки, наверное, здесь классно, но когда ты пожил по-другому, когда тебе не нужно вставать каждый день на работу, ну типа вот обычную, да, работу, потому что у меня работа была онлайн, и я тоже просыпался по ночам, но, знаете, я не просыпался по будильнику, ну то есть я в 2 часа ночи, в 4 утра мог встать, бывало, что вообще не нужно было ночью вставать, редко в последнее время, но такое тоже бывало, а здесь ты понимаешь, что тебе в 6.30 нужно встать, и только попробуй встать в 6.35 и все, ты опоздал, и каждый день звонит в будильник, я с будильника отвык вообще уже настолько, что это прям тяжелое, и я искренне считаю, что самые несчастливые люди, люди, которые просыпаются по будильнику, я сам знаю, как там мне нужно вставать, я не сплю, обычно даже больше 8 часов в сумках, то есть 6-8 часов, там иногда 9, там, в редких случаях, не знаю, каких, не право, такое бывает, но вставать по будильнику это акт, поехали, даун, даун, опять на монтаже придется звук как-то убавлять, в трон шури на него, заходим в метро, так, 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 и вот так каждый день 3 часа на это тратишь, ну, то есть, утром и вечером, если тебе еще нужный забег одного добраться до другого, то еще примерно час, вот я допустил сейчас на этот объект, набирался 55 час, короче, час я набирался автобус и два метра, два вагона, короче, две ветки метро, как там хотите, вот, нету, пока неизвестно, куда, сейчас по карте посадлю, где мне выйти примерно, там, надо, если чтобы как-то ближе быть к этому месту, куда мне нужно, потому что я примерно понимаю, что я не могу еду, хотя бы, там, в сторону. Короче, мы поняли, да, ребят? Вот так это обычное дело, он стоял, правда, рядом со мной, стал там на него камеру направлять, потому что они тут какие-то, говорят, и кидаются, короче, а я по карте посмотрел, мне нужно пешком идти, ну ладно, на станцию кидал, ну и вот, зашел какой-то черный парень и давай орать на весь вакон, тебя орет, дергается, прыгает, это как бы обычное дело, а ты же еще не понимаешь нифига, чего он орет, всем пофи, кто не обращает внимания, а тебя как бы пугает, кто его знает, что у него там в голове и под чем он, так, нам 6 минут пешком до следующей ветки, но 6 минут это не 48, ты, получается, в подземке можешь пройти между станциями, реклама и кроссовок, так шагаешь, но сейчас все как бы время, обед примерно нормально, утром я здесь как-то шел по 8 утра, народу просто жесть, но как бы мусор здесь вообще везде и неважно какой-то район, я не знаю, я не видел еще, знаете, такого типа, чтобы было чисто, там, как-то опрятно, все либо старое, либо по ком-то, по ком-то, не знаю, по ком-то жиру, либо боссона, естественно, углы вот такие, либо насрано, реально, то есть, в метро здесь, они прям садятся некоторые и делают свои дела, ты по-первыхи в шоке, но типа начинаешь потихонечку привыкать, когда ты, наверное, к этому привыкнешь, мазайка, мазайка, не моя зайка, а мазайка, Макс, а что ты хочешь? Это старый город, мегаполис, своей истории, хочу новый город, где чисто, убрано, опрятно, где ты, если ты работаешь, то ты понимаешь, что ты работаешь во благо этого города, чтобы было чисто, опять же, и обрядно, на улице, к себе, знаете, иногда ощущаешь, как в этом, как в GTA, когда персонаж просто стоит, вокруг едут машины, сигналят, кто-то что-то мимо проходит, говорит, кто-то видел, вот так же ты стоишь, все то же самое, а это, конечно, мечта моя, и лесенки, твои, вот, так вот и работаешь, по лесенкам, по лесенкам, на век, к вечеру приходишь, никакой, побегаешь, по лесенкам, а я вчера, как я вчера делал этот, вот, тоже объект, 20 этажей, нужно было протянуть кабель, с 20 на 3, вернее, фух, более точно сказать, с 19 на 3, 13 этажа в них нет, так, а мне куда, Бруклинд, нет, сюда мне, вот, и бегаешь, по лесенкам вверх, вниз, нужно протянуть кабеля, там, естественно, все застревает, и вот туда-сюда ты бегаешь, потом берешь свою замечательную сумочку, и едешь дальше, вот, звонил, где-то, какого, да, это уже высохло, или вытерли, видно, что просто высохло, а есть прям свежаки, вот он, ребят, Манхэттен, снизу, Таймс Квер, просто мечта, как сюда хотят попасть, многие, ой, Таймс Квер, это вообще отдельная песня, как там классно, надо прям для вас снять, чтобы все желание отбило, потому что там, метро здесь еще чисто, видите, а Таймс Квер, это вообще трэш, Ладно, сниму, надеюсь, тоже как-нибудь, ну что, мы приехали, где взять-то, на 63-ю, Лексинтон, добро пожаловать, так, Лексин, я вообще все позабыла, как давно на объекте, на этом небе, короче, заблудился, куда мне походить, так, как начальство, на третьем объекте, наверное, минутами, сегодня видео и закончу, спасибо за просмотр, посвятить на моё счастливое лицо, и человек, который в Америке, в Америке, ну конечно, а чего бы и нет, вниз не спускается, а наверх, пожалуйста, пешочком, так каждый день, и пошел, кстати, у меня же на завтра appointment, я забыл вам рассказать, ну это, короче, запись местной DMV, в котором я, типа, иду получать местные водительские права, ну а как вы понимаете, я уже знаю, чем это все закончится, но надо идти еще, попробовать, ну, не попробуешь, точно не получишь, а попробуешь, вдруг тебе повезет, что меня, конечно, сильно собирают, рассказывают всюду везде, паспорт дай, паспорт дай, паспорт дай, без паспорта ты не человек, здесь в Америке, так что, приехал я на обед, пойду работать, пока-пока.